А, вот, началось. Татьяна, отключи, пожалуйста, микрофон. На слайде презентации. Вот как раз об этих сервисах поговорим. Понятно, что все объять невозможно, поэтому выбрала я сегодня самый распространенный сервис. Это виртуальные доски, ментальные карты и презентации. Вот в таком порядке мы и пойдем. Слайды немножко приторможивают сегодня, но, надеюсь, справимся. Начнем с виртуальной доски. Если вы еще раньше не работали с этим сервисом, то виртуальная доска – это, по сути, такой бесконечный лист или бесконечная доска, на которую можно прикреплять самый разнообразный контент. Здесь можно рисовать, здесь можно писать какие-то тексты, вставлять стикеры, изображения. Иногда можно гиперссылки добавлять, видеоролики. И таким образом можно не только какую-то организовать общую работу, например, мозговой штурм, споллероматериалов для исследовательской работы. Можно обмен мнениями организовать. Можно устроить виртуальную программу. Выставку, если вы хотите с использованием виртуальной. Можно много чего интересного. Давайте посмотрим, какие инструменты существуют. В чат я буду ссылочки. Там какие-то доски открыты. И можно в них прямо сейчас что-то попробовать сделать. Я надеюсь, что получится. Вот как раз первый сервис, это как раз этой среды. Ну, он звучит, не знаю точно, но я так русский манер переначу. ВИВИ, АВВ, АВВ и так далее. Это сервис очень простой для создания виртуальной доски. Я вам сейчас отправила в чат. Для того, чтобы начать в нем работать, обязательно регистрироваться. То есть вот вы сейчас по этой регистрации можете открыть ее, нажать Start Throwing, начать рисовать. И у вас доска откроется, и вы над ней можете что-то сейчас попробовать сделать. Инструменты, которые здесь существуют на этой доске, сейчас на слайде перед вами выбраны. Здесь есть ручка-маркер, который можно писать. Есть ластик, который может стирать. Можно добавлять фигуры, тексты и стикеры. В виде стикеров можно картинки загружать со своего компьютера и сюда прикреплять. В красную рамку я вынесла полезную кнопку, которая позволяет приглашать к сотрудничеству других пользователей, как раз для организации совместной работы. Итак, вот кроме этих инструментов, которые я перечислила, что здесь еще в этом сервисе есть? Можно загружать картинки со своего устройства, как я уже сказала. Можно рассылать приглашение. Причем для ваших соавторов не нужна тоже регистрация. Вы открываете просто доступ к доске, как я сделала сейчас вам, и они могут самостоятельно в ней работать. Достаточно только одной лишь ссылки. Это очень удобно, что не нужно нигде больше регистрироваться. Кроме того, здесь есть общий чат. Я чуть не знаю, как он работает. Здесь можно таким образом в режиме работы онлайн, в одном уроке ее можно очень хорошо использовать. Вообще, это больше доска, конечно, для дистанционной работы. Виртуальных выставок здесь теоретически можно, конечно, сделать. Но в основном эта доска такая вот, быстродействующая здесь и сейчас. Сразу ложку, тюбочку меда. Сервис бесплатный, а бесплатный условно. То есть, если вы впервые в нем работаете, то вам дадут демо-вески две недели, и вы можете безгранично использовать возможность этой доски. То есть, эту доску можно скачать к себе на компьютер, и можно выйти на страницу сайта и блога. Но как неделя закончится, у вас пропадет возможность сохранения досок, скачивания досок и вставки на сайт. Она будет у вас работать, пока она у вас открыта. Когда вы закрыли браузер, все, что было на доске, пропадает, к сожалению. И в личном кабинете уже не сохраняется. Поэтому, если необходимо ее сохранить, то обычным скриншотом какой-то важный материал можно... Ну, давайте еще пару слайдов. Я вам покажу, работает эта доска. Картинки загружены. Просто курсором, обычной мышкой, переносим на доску эту картинку. Здесь специальной кнопочки нет для загрузки. Я пыталась ее найти, ее нет. Просто переносим мышкой картинку с рабочего стола сюда. Картинки можно прикреплять, когда ставить кнопку «Лок». И тогда она не удалена. Дублировать, копировать, удалять. Это просто. Далее. Что этой доске сделать? Рассылать. Вот у меня закончилась демо-версия, и поэтому мне доступно приглашение только с помощью ски. А вообще-то тут есть, если демо работает, то здесь есть кнопочка для рассылки приглашений. Адресам электронной почты прямо вот напрямую. Ну, а так приходится вручную скопировать и отправить. Хотя, в общем, наверное, это сложно сделать. Как я уже сказала, здесь существует чат. Как только вы разослали ссылку, и к вам или добавлятся участники, могут представиться, и кто у него уже присоединился. После этого открывается чат, и можно в нем каким образом общаться. То есть можно совместную коллективную работу организовать. Таким образом работает эта доска. В общем, тут просто, ну, без излишеств, такая вот быстродействующая доска поработает и разрешается для какого-то действия. Если необходимость сохранения досок, куда-то встроить ее, может быть, в общем, для того, чтобы ее сохранить, есть другой формат доски, более осложненная версия. Называется этот сервис BitPaper. Мне понравился, он довольно симпатичный. Он тоже коммерциальный. То есть тут есть бесплатный тайм, но с ограничениями. Можно создать только 1 месяц доску. Доску артуальную можно создать в этом сервисе, но если пропадает, то, возможно, это тормозит интернет. Возможно. Да, много подключений, возможно. BitPaper. Вот я вам ссылочку правила в чат. Это пробная доска. В ней доску вы точно так же можете попробовать в ней делать, порисовать, если вы хотите. А вообще BitPaper позволяет создать доски, сохранять их и даже скачивать эти доски в формате картинок, в формате PDF. Если на инструментарии этой доски, что нужно сделать, какие здесь есть инструменты, тут, как и все, очень более сложно, чем в предсервисе. То есть здесь можно выбирать цвет, можно писать ручкой, можно линии, чертить прямые линии. Особенно тематики должны это оценить. Есть ластик для того, стирать какую-то информацию, которая уже не нужна. Рисовать стрелки. Можно открыть бюджетные формы, а туда добавлять какие-то элементы. Математические формулы для этого есть специальные. Дополнительно можно загружать еще свои. И сюда добавлять точно так же передачивая стола мышкой на экран. Ну и тоже их прикреплять к доске и таким образом создавать общую работу. Пожалуйста, у всех проблемы со звуком? То очень много появилось сообщений в чате, что звук... Я тогда обращаюсь к организаторам. Я не знаю, что делать в этой ситуации, продолжать ли мне дальше, потому что сообщений... Чат сейчас вообще у меня упал, я даже не вижу чата, честно говоря. Продолжать ли мне дальше и тогда остановиться на этом. У меня появился чат. У кого-то ни звука, ни движения, у кого-то хороший звук. Кто-то пишет, что я продолжала. Ну да, продолжу. Есть проблема с серверами. К сожалению, не у нас, поэтому ничего здесь не можем моментально поправить. Есть небольшое притормаживание. Это связано с техническими проблемами, скорее всего, самого Мирополиса. Звук иногда может... Если слабый интернет, то могут быть сильные вот такие зависания звука, пропадания и прочее. У меня звук идет немножечко с задержкой и немножко с такими западаниями, но в принципе все слышно. Попробуйте просто... Сейчас пока остается только один вариант. Попробуйте перезайти. Марина Анатольевна, продолжаем. Давайте проведем... Продолжаем пока дальше. А дальше, да, дальше будем... По крайней мере, все понятно, все нормально. Я вот смотрю по моим... Да, вот слышно шикарно. Надеюсь, что так и останется. Да, вот периодически бывают вот такие вот небольшие вещи. Поэтому, Марина Анатольевна, продолжаем дальше. Немножко понят звук. Маргарита, если у меня, то это я просто сейчас преподавательским голосом очень громко говорю. Так, все, Марина Анатольевна, давайте дальше. Так. Кроме этого инструмента сейчас пока... Сказала, есть еще кнопочка для загрузки файлов. Это картинки и файлы в формате .pd. Причем их можно тут же сразу загрузить на доске, а можно сохранить в архиве. И, допустим, сразу загрузить все картинки, и потом уже по ходу их загружать из архива на доску. Либо можно сразу, без разницы. Если у вас математическая какая-то вещь или вам нужно разлиновать, то фон можно разлиновать, изменить цвет. Кнопочка с плюсом означает, как совместные работы рассылаются в приглашенной почте. Здесь все очень хорошо органено. Есть ссылка, которая приходит участникам. Самое главное, чтобы открыть доступ, ставить этот доступ. И таким образом можно работать с доской. Как я уже сказала, сервис очень хороший. Марина Анатольевна, давайте попробуем. Можете попробовать перезагрузиться, перезайти сами. Ничего. Да, коллеги, сейчас попробуем своими... Силами устранить эту проблему. По крайней мере, надеемся, что получится. Да, сейчас наш спикер перезагрузится. Елена, сейчас звук есть от меня, слышите? Так, а сейчас звук... Так, сейчас вот. Я уже закрыла все вкладки, отключила все приложения, какие у меня были на компьютере. Если это от меня зависит, то я сделала все от себя завищещее, что можно сделать сейчас. Немножко чуть подальше, может быть, от микрофона, чтобы не фонило, немножко фон идет. А так лучше? Да, вроде нормально. Ага, хорошо. Все, сейчас я тогда отключаюсь, продолжаем. Прошу прощения, приходится вмешиваться. Так, слышно ли? Лучше стало слышно. И так, продолжаем дальше. Как я уже есть приглашение к совместной работе, можно сохранить у себя в личном... Одно в месяц можно создать, но если вы какой-то месяц пропускаете, то эта доска все равно за вами остается. То есть вот у меня, например, 3 месяца я не работала в этом сервисе, когда в него зашла, мне в подарок выдают сразу 3 этих вот виртуальных доски. Тут можно очень неплохо организовать. Более того, у этой доски, если вы по ссылке хай смотрели, там неограниченное количество строк. И можно здесь работать даже с одной, давая много-много всего. Можно все целиком сразу скачать себе на компьютер, типа PDF, либо отдельными картинками можно. Вот таким образом сохраняется это все на компьютер. Так что плохой сервис, советую в работе, он мне понравится. Ну, сервис, который известный, из самых известных, это детища Google Jump Code. Сервис для создания виртуальной доски. Его можно найти в списке жений, если у вас есть Google аккаунт. Среди всего того, там, YouTube, мой диск или того подобного, есть и ссылка вот на этот сервис, на Jump Code. У него очень лаконичный интерфейс, у него все очень. Это небольшой набор инструментов, альный набор, который вы хотите поорганизовать совместную работу. Здесь есть трубы, которые можно писать, есть тластик, который стирает. Можно прикреплять изображение и картинки, стикеры и объекты. Ну, есть еще лазерная указка из необходимого в работе. Фон этой виртуальной доски тоже можно менять, если угодно. Готовая доска тоже сохраняется в личном кабинете. В диске вы к ней всегда имеете доступ. Попробуйте копировать ссылку и разрешить к ней доступ в обычных Google документах. Вот я вам ссылочку опять в чат отправила. Это доска, которая открыт доступ. Она из прошлого вебинара у меня осталась. Пойду попробовать на ней что-то, поэкспериментировать. Доступ очень простой, как по всем Google документам. Ссылку рассылаем участникам. Единственное что, вы можете доступ всем, тогда им регистрация нужна, либо можно настроить доступ другим способом, например, чтобы туда добыть только те, у кого есть регистрация за Google. Но вы, как создателю доски, Google регистрация обязательно. О джамбот говорить особо нечего, потому что инструментарий у него очень небольшой. Доска Миро, которая раньше называлась Real-Time Bot, если я нечем, они много говорят, говорят, что она самая лучшая доска, что у нее много-много всего хорошего. Я с ней сталкивалась редко, использовала ее тоже редко, мне хватало другого инструмента, поэтому я только вкратце о ней могу. О том, что доска, в общем-то, действительно неплохая, она тоже коммерциализирована. На английском языке интерфейс, очень жаль, потому что создатели, насколько я понимаю, наши русскоязычные программисты, на ориентации на иностранных пользователей, что она позволяет сделать. Здесь достаточно много кнопок, кроме того, что можно на ней рисовать, писать, прикрепить метки и картинки, можно использовать файлы, можно прикреплять видео, можно использовать стикеры, подсветка там существует, документы, как я уже сказала, можно загрузить. В общем, здесь довольно много всего интересного. У Миро есть даже набор шаблонов. Вот сейчас на экране как раз шаблон. Сразу загрузить этот шаблон, где на стикерах будут писать какие-то сообщения. Шаблон есть в виде ленты времени, в виде плака, там много-много всего. Либо можно просто начать с обычного белого листа. Опять-таки, эту ссылку на Миро я вам не могу, потому что я в интернете не нашла ни одной доски, чтобы вот так вот показать. А до доски только через регистрацию. Я вам могу дать ссылку просто на свою доску пустую, но сначала нужно зарегистрироваться, потому что в бесплатном аккаунте сервис не дает доступа без регистрации, к сожалению. В этом сервисе можно работать на доске, только если есть доступ, в смысле есть регистрация в сервисе. То есть вам сначала предложат зарегистрироваться, а потом допустят к доске. Большой минус в этом смысле, он проигрывает всем, потому что здесь требуется регистрация бесплатно. Эту опцию нам здесь нет. Но зато можно сохранять доску, можно ее скачать, с помощью кнопки «Ш» согласить сюда других участников можно. Но опять-таки, от них потребуется регистрация. Вот как раз кнопка «Ш» в нажатом состоянии. Здесь есть синяя кнопка «Copy in white link» копировать ссылку. И вот эту ссылку мы и рассылаем участникам, которые будут работать с этой доской. Причем здесь два способа настройки доски для редактирования «CanEdit» и можно для просмотра «CanView». Всех подряд без регистрации, как видите, ссылка зачинена. Таким образом. Ну, в общем, неплохой сервис с хорошими листами, но мне больше не нравится другой. А больше мне нравится вот этот. Называется он «Padlet». Ай-яй-яй, слайд, перескакивает. Сервис «Let» – это тоже виртуальная доска, тоже с хорошими возможностями. Она позволяет создавать виртуальные доски, тоже три бесплатных. Есть вся она на русском языке. Это очень здорово. И можно создавать очень интересные вещи. Ну, например, вот я вам сейчас отправлю на доску. Это виртуальная выставка, созданная на этой доске. Здесь создатели выставки прикрепили буктрейлеры на различные юбиляры. К определенному году она была сделана. Буктрейлеры по границам основных книг юбиляра. Я использовала доску. Ну, вот, например, у нас был проект «Книга в кадре», где мы читали отрывки из произведений тоже писателей юбиляров. И творческие работы, видеозапись смещала на доске «Padlet». Причем эту доску встроить на страницу сайта и блога получается довольно симпатично. Чем мне нравится? А простотой. Здесь никаких специальных кнопок нет. Здесь просто щелкаешь вую доску. У меня с интернетом все хорошо. Это второй вебинар сегодняшний, который я провожу. Первый вебинар я провела хорошо. Поэтому проблем с луком не было. Я не знаю сейчас, почему они поедутся. У меня скорость интернета достаточно приятная для проведения вебинара. Поэтому я не знаю, что продолжать делать дальше и как. Я продолжу рассказывать, но если совсем все плохо, тогда приятный вебинар. Больше у меня никаких целей нет. Почти не за скорость интернета, если это от интернета зависит. Падает хорошая доска. Щелкаем в любое место на этой доске. Меню нам подсказывает, что можно добавить доску. Можно загрузить ДПД-файл, добавить картинку, вставить гиперссылку, гугл-карту. Можно озвучить, ставить видеоролик. Кроме того, что на ней можно писать и рисовать, можно еще прикреплять много разных объектов. Начиная от видеороликов и заканчивая документами. Таким образом, эта доска функционирует. Готовую работу, как я уже сказала, можно встроить на страницу сайта и блога. Здесь есть гигал, который вы можете поделиться с участием. Регистрация для этих участников не обязательна. Без регистрации они могут добавлять сюда свой конкурс. В этом смысле очень удобная доска, например, для обликации разных творческих работ. Когда вы проводите конкурс творчества и каждый из участников свою работу самостоятельно опубликовать на этой доске. А вы можете потом только это все редактировать и более красиво размещать. От этого сервиса Линаид это язычный сервис тоже примерно с паналом. Он позволяет ну, меньше. Он позволяет тушение текста прикис Ютуба и даже документы загружать. Хорошо загружаются обычные вордовские документы, ПТФ документы. Очень много таких досок создано с представлениями творческих работ. Например, вот такая вот доска с детскими по страницам книг Носова. Еще доска вот такая вот вставка тоже для космонавтики. Сейчас это очень популярное занятие творческих работ читателей. Очень много библиотек используют эту форму работы. Это здорово, потому что сервис довольно интересный. Здесь, как вы заметили, не просто над массивных и цветных стикерах. Поэтому для аудитории это хороший вариант. Он подойдет. Сейчас я вам ссылочку отправлю на свой эксперимент с этим. У меня были старшие классы. Старшие тоже неплохо получилось. Мы собирали цитаты из книги отцы и дети. Вот таким образом. Каждый на стикере свою цитавил. Но последняя ссылка я вам хочу отправить в чат открытую доску. На ней можно работать без обязательной регистрации. Вот последняя самая ссылка. Вот здесь вы можете попробовать стикеры прикрепить и что-то написать. Работается здесь вот как. Справа сверху есть набор стикеров разноцвет трех цветов. Выбираем любой мышью перед любой свободное место на доске. А далее на стикере можно написать текст, можно выбрать шрифт для цвет, можно даже прикрепить маленькую иконку из набора того, здесь присутствуют внутри сервиса. А внизу потом еще несколько кнопочек для добавления для загрузки ткутов, это со скрепочкой, и для добавления роликов, это вот с кинодром, картинка. Так что можно, вот у меня тоже доска с одного из прошлых вебинаров сохранилась, пустая, можно на ней сейчас попробовать разместить стикер и что-то на нем написать. Это что касается виртуальных на самом деле, конечно, сервисов много, сейчас написать намного больше, но я выбрала то, с чем я работаю, знакома, не люблю говорить о незнакомых, потому что будут всплывать вопросы, на которые я не смогу ответить, поэтому выбрала наиболее мне знамо, с которыми работаю, которые использую. Давайте пойдем дальше, поговорим о немножко дальних картах, что это такое. Ментальная карта это вот такая вот карта, еще интеллект картами называют, где информация представлена в виде древа, в центре этой карты, какая-то какая-то картинка, а вокруг нее вот таких вот связей, построений, другая информация вспомогательная, например, какие-то тексты, может быть картинки, видеоики и так далее. Таким образом можно отступать информацию, представлять ее в интересном виде. Некоторые библиотеки, даже виртуальные выставки на основе ментальных карт. Вообще это полезно для структурирования информации, опять сбора для каких-то исследований. В общем это хорошая вещь и тоже очень много сервисов для создания ментальных карт, у которых есть опция совместной работы. с читателем и школьниками. Выблики несколько инструментов интересных на мой язык хорошим функционалом и самоглас простоту в работе. Первый сервис называется MindMeister англоязычный сервис переведенный на русский язык. Ссылочку в чате это это как раз скриншот саму карту я вам в чате оставила. Это сервис который как вы видите позволяет загружать тексты добавлять тексты теперь можно добавлять картинки и таки макурировать всю информацию. Работочно просто потому что рабочих кнопок здесь две. одна со значком плюс позволяет добавлять блоки объекты и вторая со стрелочкой позволяет добавлять между элементами. Каждый блок как правой стороны есть панель для работы с блоком его можно перекрасить в какую-то другую цифровую рамочку добавить внутрь или видеоролик по ссылке из ютуба можно крепить. Есть набор иконок если необходимо добавлять их есть скреп которая позволяет попробовать что-то со своего компьютера. Здесь возможности довольно неплохие карты интерактивные. Теперь о минусах. В этом сервисе доступно бесплатно создать только три карты остальное уже за дополнительную плату. Но каше позволяет поделиться этой картой она в виде человечка с плюсиком где-то ше называется где-то называется инвайт кнопка для прыгания. Мы открываем доступ к ментальной карте и приглашаем участников по адресу электронной пункта. Обязательная здесь нужна регистрация. Регистрация анонимные пользователи не допуск к работе с картой. Здесь вот как раз с ментальными здесь нужна регистрация. его брат близь мастер тариф закон можно попробовать перейти на миндома. Они дублируют друг друга и очень между собой похожи. сейчас ссылку вставлю. Пожалуйста. Таким образом выглядит вот например скриншот карты. Ссылку я вам отправила в чат. Тоже интерактивная карта. Здесь можно точно такой функционал абсолютно. Добавлять можно тексты, изображения, видеоролики по ссылке из YouTube и организовывать блоки информ крашивать их каким-то образом. Тоже переведен сервис на русский язык, поэтому работать с ним очень несложно. Опять-таки мои кнопки только теперь не справа, а слева. Кнопка плюс добавляет объекты, кнопка со стрелочкой добавляет связи между элементами. Дополнительные кнопочки, которые находятся с левой стороны это кнопки для добавления. Можно добавлять текстовые просто тексты по сути. Можно изображение и видео, добавлять разные иконки, они же символы. Плюс здесь в этом сервисе еще подключен чат. У нас есть слово комментарии. Как раз с помощью комментариев здесь можно организовать чат обсуждения работы, если вы работаете в режиме реального времени. И таким образом можно оставлять к работе. Кстати, комментирование представленное в сервисе Майтмэйт, попроще здесь более разветвленный чат в Миндуме. Плохой сервис позволяет создавать интерактивные ментальные карты. Самое главное, что и там, и там эту карту вы сохраняете в личном кабинете и можете без проблем на сайты и в блоге. То есть она сохраняется уже навсегда, пока вы ее не удадите. Еще один хороший инстинкт, забыла сказать, самым главным, опция подключения к совместной работе существует. В личном кабинете выбираете ментальную карту и добавляете зрителей, которым предоставляете опцию. Таким вот эта карта. К сожалению, скачать нельзя, только если вы будете скачивать в формате скриншотов, картинок, делать картинки с каких-то областей карты. К сожалению, эта опция сейчас отключена и там и там она сделана. Можно встроить куда-нибудь. Еще один неплохой сервис у него более развернутый тариф до 10 работ можно сделать. Он довольно симпатичный. Сейчас ссылку отбавлю, вы увидите все в этом. Вот это большая виртуальная выставка посвящая которая у меня сейчас на экране. одна протопопа вакуума. Одну ссылочку я вам в чат отправила про строение листа. Очень симпатичный сервис. Тоже блоки соединенные стрелочками и как мы видим можно картинки и тексты добавлять. Самое главное, что бесплатный тариф здесь шириной. А сервис очень простой. Наверное ментальные карты. Щелкаем в любое место бесконечной площади появляется блок. Внутри блока можно вписать какой-то текст. У нас есть карандаш для редактирования текста и значок с картины добавить какое-то изображение со своего компьютера. Как раз здесь можно скачать в формате PDF компьютер, если можно. К сожалению, единственное, что здесь нельзя гиперссылки и введерники вставлять. А все остальное здесь очень хорошо работает. В основном это текстовая картина, диаграмма. Опять-таки, есть опция совместной работы. Для этого есть кнопка «Шея». Вот она вверху. Например, эта кнопочка. Открываем ее и внизу чуть ниже красный окнувает для приглашения. Через соучастников электронную почту пригласить к работе и нажимаем на «Invite» на эту самую красную кнопку. После этого приглашения будут рассылаться по электронной почте и всех, кого пригласили, будут иметь доступ к этой электронной почте, к этой ментальной карте. Можно что-то сделать вместе. Давайте пойдем дальше. Очень красивый сервис. Не знаю даже по-английски как правильно он произносится. Набор букв, на мой взгляд. Айово может быть как-то так. Сразу скажу, ссылки буду отправлять в чат, но дело в том, что эти ссылки открываются через браузер Google. Всем этот сервис хорош, но к сожалению в этом сервисе проблемы с этими гиперссылками, ссылками на карты, потому что они открылись только через Google браузер. Я пробовала и в обычном интернет эксплуорер и пробовала и через Firefox. В итоге в Google только открылась эта ссылка. Не знаю почему. Если она у вас не открылась, не переживайте, пожалуйста, сейчас на скриншотах покажу, как они выглядят, эти самые карты. Русскоязычной версии POPLIT, к сожалению, нет, но можно перевести на русский язык. Вообще-то все сервисы переводятся на русский в Google браузере. Мыши щелкают и на русский. Тогда он переводит весь сайт на русский язык, все надписи будут переведены более-менее корректные. Тогда будет еще проще работать. Сервис IO он хорош, интересен, можно сделать в нем карты трех стилей. Обычная карта называется Speedmap, карта рукописная, анонсирует как будто по рукописному виде создана ментальная карта, органик, и три карты, напоминающие диаграмму. Ссылку отправила самой первой, которая самая обычная. Если не открылась ссылка, то вот так фрагмент этой карты выглядит в натуре. Это сервис для создания ментальных карт. Добавлять блоки с текстом изображениями и с небольшими. Вот внизу, если видите антизаепитеты, архаизмы, там внизу такие маленькие значения. Это прикрепленные небольшие заметки текст. Если по ним щелкнуть, то они откроются справа в правом поле, и можно будет прочитать дополнацию. Там определение держится в этих заметках. Собственно, это сервис не активный, то есть здесь нет видеороликов для текстов, для картинок в основном патично в итоге получается. Как в нем работает? Здесь такая разветвленная навигация, всего интересного есть, различные стили оформления, можно перекрасить в любой момент, здесь хорошая палитра, форму блока, здесь хороший момент, вверху появляется меню дополнительных таких, бесплатно, здесь работают, здесь работают комментарии, вы можете в своей работе и тогда участник комментировать, можно отдельный блок, остальные опции прикрепления файлов, но она не говорить уже не будет, можно добавить красивую картинку старого, блоки вот эти вот линии внутри сетки, от блока к блоку крепляются зеленым изолированной картой, это то, которое имитирует руки этими вот ветвями, эти ветви менять укорачивать более такие разнообразные инструкции. Может, попробуйте еще раз перезайти, звук опять начинает пропадать, пока только так. Коллеги, сейчас минутку подождем, пока Марина Анатольевна перезагрузится, может быть, станет получше, в прошлый раз нам это помогло. Прошу вам свои извинения и моменты, но, к сожалению, пока переход на новые формы не просто дает с ней всем тоже. поэтому прошу отнестись с пониманием и Марина Анатольевна на том. Может быть, я тогда видео вообще отключить? Может, тогда пойдет звук лучше, если... Давайте попробуем, давайте попробуем без видео, может быть, так действительно будет лучше. Большое спасибо. Продолжаем дальше. На экране у меня сейчас рукописная карта ментальная, ветви, как я уже сказала, здесь функционал тот же самый, здесь, те же есть блоки, те же блоком, картинки можно загружать, дополнительно здесь есть веточку, внутри этой веточки появляются вот такие вот точечки, фигаэдит, сгибать в любой сторону. больше красоты добавить, он будет сто раз и чем-то выделиться, что-то необычное создать, то вот как раз вам сюда, поэтому и третий вид, диаграммы, которые напоминают вот такие рукавы, ссылка на такую диаграмму, метальная карта в виде диаграммы, здесь если щелкать вот по названиям вот этих жанров литературы, то открывается окошечко, и там про каждый жанр рассказывается. здесь картинки не прикрепляются, вернее, прикрепляются только одна к теме публикации, а вот сама ментальная карта вот такая красивая, она еще и крутится, ее можно крутить, покручиваясь. Как это все создается, тут еще все проще намного, главное создать сектор первый, а к этому сектору уже прикрепляем новый, опять-таки со значком прикрепляется новый сектор, внутри вписывается какой-то текст, можно перекрасить любой цвет, можно даже какой-то слайдик добавить небольшую и после этого к этому сектору добавить еще один и так далее. Чем больше ментальная карта, тем больше слоев получается в этой диаграмме. Самое главное, чтобы не увлечься, поскольку она бесконечной не может быть, тут максимум 2-3 слоя можно наразить, у этой диаграммы дальше просто уже не получится и будет очень мелко и непонятно. Этот сервис очень неплох, к сожалению, не отработана здесь опция со ссылками, строить тоже на страницу сайта ибога, к сожалению, не получается, это жаль, потому что они красивые диаграммы. Может быть, со временем эта опция появится, сейчас ее даже в платной версии нет. Бесплатно можно создать 5 вот таких интеллект-карт разных, это в сроке всего 5, и плюс дополнительная опция, как я уже сказала, есть кнопка «Пригласить авторов» и «Эдмэмбэс». Выбираем в личном кабинете необходимую карту, щелкаем по ней и нажимаем на эту кнопку справа вверху, ну а дальше предоставят ссылку для редактирования и точно так же можно пригласить соавторов для работы над этой картой бодрой самоэлектронной почты. Единственное, что им опять-таки нужно зарегистрировать. Продолжаем дальше. Презентации. Переходим к третьей части нашего вебинара, что касается презентации. Сейчас огромное количество тоже сервисов для создания онлайн-презентации в связи с развитием дистанционного обучения. Огромное количество сервисов предоставляет опции совместной работы. Можно совместно и презентации создавать, предоставлять доступ к слайдам другим участникам, и они могут их редактировать, добавлять свое содержание, каким-то образом организовать таким образом совместную работу. Один из самых распространенных сервисов для работы совместной это Google-презентация. Наверняка все с ними работали, все имеют представление о нем. Об этом сервисе я вкратце только расскажу, чем он хорош. Во-первых, тем, что он бесплатный. Во-вторых, тем, что он на русском языке. Работает без ограничений. Единственное, что от вас требуется, это Google-локал. Нужно, необходимо его создать, после этого у вас появится Google-диск, на котором можно создавать презентацию. Кроме коллективной работы, презентации позволяют добавлять изображение, видео, анимацию. Появилась хорошая опция анимации. Практически полностью функционал PowerPoint-а здесь присутствует, можно переходы между слайдами настраивать, применять шаблонное оформление. Более того, если у вас какая-то презентация в PowerPoint хорошая, ее можно загрузить в Google-презентацию и здесь еще подредактировать, предоставив к ней всеобщий доступ. Здесь есть и возможность обороты экспорта, презентацию, он сохранит себе на компьютер в разных форматах. В общем, возможностей здесь много, есть еще документирование, сейчас покажу, что это такое. Поэтому стоит присмотреться к этому сервису, чтобы работать. окончательно все расклеилось, звук на Google пропала, сейчас уже не буду бегать ее искать, тогда по скриншотам покажу, как это работает. Да, я поняла, к сожалению, что с звуком проблемы, но, к сожалению, я больше ничего сделать не могу. Если совсем все плохо, давайте тогда закончим вебинар, потому что я театр вижу, я все вижу прекрасно, и выхитательные знаки, и все остальное я наоборот вижу. От меня в этой ситуации ничего не зависит. Google презентация. Она позволяет создавать сейчас не только обычные стандартные картинки с текстами, с изображениями, но и позволяет добавлять немного интерактива. То есть, например, вот это вот слайд, у меня сейчас это слайд интерактивная выставка. Если еще быть по обложке картинки, то откроется слайд, на котором будет видно саму книгу и небольшая нацепка. Таким образом, можно настроить внутреннюю навигацию внутри этого сервиса. Теперь уже такая опция тоже оба грузии. В общем, здесь практически полностью весь функционал пооборот. Изнутри, как выглядит сервис, сверху набор инструментов для редактирования, которые позволяют сохранять презентацию, работать с ней каким-то образом. Например, файл – это важная кнопка для работы с презентацией удалить, копировать, опубликовать, скачать и так далее. Есть кнопка правка – это для редактирования, копировать, вставить и так далее. Вид кнопка – это предварительный просмотр, позволяющий посмотреть, отраслипировать изображение, вставка. Хорошая кнопка для добавления разных объектов – тексты, картинки и так далее. Слайды – эта кнопка меняет тему оформления. Ну и дополнительные кнопки уже не буду озвучивать, это разные полезные дополнительные опции. Например, голосовой ввод текста для заметок закладчиков. Здесь можно изменять, упорядочить слайды между собой, какие-то есть еще дополнительные возможности в этом сервисе, более нужные, необходимые для работы. Чуть ниже кнопки быстрого реагирования для смены фоны, макета, темы оформления и так далее. Таким образом основной функционал социально точен сверху слева. Справа сверху кнопки для просмотра презентации и настройки доступа. Настройки доступа предоставляют ссылку, которой можно делиться с теми, кому вы даете доступ в презентацию. Можно рассылать приглашение по адресам электронной почты, главное, чтобы почта была Gmail, Google аккаунт. Но вы можете настроить доступ так, что редактировать вашу презентацию могут все, даже без регистрации. Только в этом случае пользователи будут анонимны, и вы не узнаете, кто внес изменения в вашу презентацию. Но опция такая и есть. Поэтому тут уже каждый определяет это самостоятельно. Если хотите, можно только зарегистрированным пользователем, тогда вы будете знать, кто работает в презентации. Ну, а если вы хотите предоставить всеобщий доступ, и вам не важно, кто будет работать в презентации, тогда даем анонимный доступ всем желающим. по ссылке. Кнопка файл позволяет скачивать презентацию, публиковать ее в интернете, и еще опция есть, вот справа в самом верху значок с таким речевым облачком, это опция комментариев. Если необходимо организовать совместную работу, и вы работаете на одной презентации, а вы руководитель, хотите подкорректировать, добавить какую-то дополнительную информацию, с этого идет для комментариев, туда добавляем текст, нажимаем на кнопку комментировать, этот комментарий будет отображаться в правой панели со стороны презентации, таким образом можно работать совместно над каким-то общим проектом. Еще аналог Google презентации, очень часто пишут в сообщениях, что запрещено многим библиотекам, школам работать с сервисами Google, и Google аккаунты запрещают создавать, и фильтрами блокируют, есть ли какие-то альтернативы, есть альтернатива Zoha Show, она по сути, эта платформа тоже дублирует Google, только здесь не обязателен Google аккаунт, регистрация по любому адресу, любой электронной почте. Основные функциональные возможности такие же, можно добавлять картинки, видео, есть шаблоны для оформления, есть анимация, можно импортировать, экспортировать презентацию, скачивать и загружать на компьютер, в общем, возможности такие же и сервисы тоже бесплатно, для некоммерческого использования. Изнутри он выглядит, ну, сама презентация ничем не отличается от обычной, такая же точно, как и в презентации. Я пару ссылок отправила, одна ссылка это ссылка на презентацию без интерактивных объектов, а вторая там видео ролик строит. Как работает изнутри этот конструктор, он переведен сейчас на русский язык, поэтому стал достойной конкуренции Google. Раньше он был англоязычный, поэтому было немного пользователей, сейчас стало лучше. Вверху кнопки, которые позволяют добавлять разные объекты, тексты, картинки, фигуры, таблицы, диаграммы, портимедия позволяет добавить видео по ссылке, если вы на примере. С правой стороны есть отдельная опция, называется она анимация, она позволяет создавать различную, применять анимацию к разным объектам на экране, они могут появляться, исчезать, причем анимация очень обширная, здесь огромный список, есть и обычная, и шутливая анимация, и можно каждому объекту придумать какой-то на вход, на выход, на выделение, на перемещение по экрану. Если Google, он больше функциональный, сервис, то Zoha это более такой эстетический, здесь много различных красивых рамочек, оформительских особенностей, хорошая анимация, в общем, если вам нужна какая-то красочная, эстетическая, такая красивая презентация с такими-то изысками, то можно Zoha попробовать, здесь довольно большой объем и шаблонов, и шрифтов, и каких-то других оформительских вещей. после того, как создана презентация, можно, конечно, дать к ней доступ, сохранить на компьютер, если это можно, и поделиться в интернете, сайдой, иначе в процессе. Выбираем опцию файл, внутри этой опции есть кнопка доступ, вот через эту кнопку доступ предоставляем ссылку для всех желающих, кто хочет поучаствовать в создании этой презентации. Здесь же чуть выше кнопка загрузить, она скачивает все, что хотели на компьютер, можно в формате обычной презентации, можно в каком-то другом формате. Ну и, наконец, опция комментирования, здесь находится не справа вверху, а справа внизу. Есть тоже значок с таким же точно облачком, как у Google, нажимаем на него, открываем окошко для комментариев, оставляем свой комментарий. Все это для того, чтобы сделать одну работу более удобной. Еще один сервис для создания презентации называется Canva. Вот о нем сейчас много пишут, сейчас он на подъеме, все больше и больше расширяет свой функционал. Здесь есть шаблоны для создания презентации, инфографики, плакатов, обычных изображений, каких-то других вещей. Бесплатная версия довольно расширилась, раньше она была меньше. Правда, шаблоны не все бесплатные, есть бесплатные, там уже нужно внутри сервиса разбираться. на то это тем, что здесь можно загрузить свои картинки в неограниченном формате. Что касается презентации, здесь около 20 бесплатных шаблонов, есть довольно интересные, необычные. Вот я вам ссылку на необычный шаблон сейчас отправила. Выглядит он примерно вот так, ну это вот как раз список всех шаблонов, которые есть, вот их можно подсортировать по цветам и оформлению. Я имею в виду ссылку вот на это я вам отправила. Это игра, презентация, сделанная в форме игры, она же викторина, она же презентация, два в одном. Причем это уже готовая игра, вы можете скопировать себе этот шаблон и заполнить его своим содержанием. Здесь все уже предусмотрено. Готовый шаблон, либо можно начать с нуля, получить пустой слайд и на этом пустом слайде творить как в обычном сервисе. Единственное, что Canva позволяет добавлять тексты к картинке. Здесь углон делает это в пользу картинок. Canva он такой более дизайнерский сервис, здесь огромная коллекция разнообразных изображений, которые можно использовать. Вы можете их взять, можно свои картинки подгружать, вставлять, много всяких красивостей есть. Стал хорошо поддерживаться русские шрифты. Раньше было 2-3 шрифта, которые кириллицы работали, сейчас их стало больше. Но опять-таки смотрим в списке шрифтов, обращаем внимание на те, которые пометены как бесплатные. Как их отличить? Блатные, они желтые короны сбоку, но они будут неактивными, если на них нажимать. Да, сейчас вставляется даже музыка, можно и озвучить эту презентацию голосом, музыкальное сопровождение наложить. И Канва уже видеоролики уже научились делать. Так что сервис развивается и все новые и новые опции появляются. А сама презентация, работа, конструктор, сейчас я попробую открыть этот слайд, который еще никак не хочет открываться. Сам конструктор очень несложный, выбираем с правой панели 5 элементов нужные элементы и добавляем попробую сейчас как он заработал с телочкой и не хочет переключаться. Вот она. Библиотека элементов с левой стороны. Единственное, что канву нужно выбирать русифицированную. Есть два опять-таки сайта. Есть канва коп, она на английском языке, а есть еще ру канва. Вот она на русском. Нам нужен русифицированный вариант, хотя они друг друга дублируют, можно и в антроязычной версии работать. Ну, на русском просто удобнее будет. Кнопочки все очень понятные, есть шаблоны, есть фотографии, есть элементы, есть кнопка загрузка, куда можно свои файлы загружать. Причем файлы никуда не исчезнут. Эти же картинки можете использовать во всех проектах. И в презентациях, и в локации делать с этой же картинкой и так далее. К сожалению, скачать нельзя. Вернее, можно скачать, но в формате PDF. Ну, я не знаю, поможет вам этот формат или нет, но вот как игру ее не скачаешь. Ее можно скачать как PDF-овский файл, то есть такая вот длинная, где все слайды сразу будут видны. А вот в формате игры в нее поиграть можно только в режиме онлайн. А то можно встроить на страницу сайты и скачать. Готовую презентацию скачиваем в формате PDF или отдельными картинками. Вот такая опция бесплатная. Внутрь презентации, как я уже сказала, можно тексты вставлять, картинки, видеоролики, посылки, кнопочка еще добавляет еще а писать в ней ответы не надо. Если вы ее полистали, то заметили, что здесь ничего не пишется. Эта викторина показывается на большом экране, вы ее выводите на экран, листаете слайды презентации, а участники устно отвечают вам на вопросы. А вы просто перелистываете слайды и проверяете их ответы. Ну и начисляете вручную баллы. Эта викторина просто для того, чтобы полистать слайды и устно давайте дальше пойдем про доступ к этой презентации. Вверху есть кнопка поделиться. Там есть несколько уровней доступа. Я вам открыла доступ для просмотра. А вообще есть еще слуха для редактирования. Если выбрать эту опцию, можно скопировать ссылку и дать доступ всем желающим. Единственное, что нужно быстро зарегистрироваться, чтобы изменять внутри этой презентации что-то. Для просмотра регистрация не как-то редактирование придется зарегистрироваться. Вот и все, пожалуй, про этот сервис. Он довольно несложный. Благо сейчас обучающих материалов. Огромное количество написано по канве. Так что хороший инструмент и очень красивый. Мы ушли уже в оформительство, в красивые 3D-эффекты. Эту тему продолжим. Еще один красивый сервис. Он так и называется. Немного не мало как футбол. Прекрасно. Ссылку сейчас на свою работу отправлю. К сожалению, анимация, она занимает какое-то место на компьютере, может быть, будет притормаживать. Ссылка сразу подпишет. Сервис позволяет быстро и просто создавать красивые презентации, в основе которых картинки. Изображения качественные, большие. Здесь более 70 шаблонов оформленных. Кроме картинок и текстов, здесь можно создавать слайды с инфографикой. Рядя на слайдик, инфографика. Можно слайды в виде облака слов делать. Можно различные диаграммы вставлять, столбики, статистические всякие вещи с цифрами. Те же самые картинки можно вставлять самыми разными способами. Есть шаблоны картинка справа, слева, сбоку, как угодно. Ее можно очень красиво оформить. Количество работ здесь неограничено в бесплатном тарифе. Большинство шрифтов поддерживает русский язык. Есть встроенная анимация во всех шаблонах, есть уже заранее сделанная анимация, даже ничего настраивать не придется. Кроме картинок можно добавить еще видео небольшое и можно фоном добавить музыкальный файл, чтобы эта презентация красиво смотрелась. Ну и большой плюс здесь большая библиотека изображений, даже не нужно куда-то загружать дополнительно, хотя такая вот это тоже есть. Ну вот пример инфографии. Причем она анимированная. Если включить этот слайд, то здесь звездочки будут появляться постепенно как работает сервис после регистрации всего пять кнопочек они позволяют работать с инструментом сервиса. Первое с точечками это смена шаблонов и слайдов. Изначально выбираем какой-нибудь шаблончик, но его можно потом менять. Причем переключаться можно между шаблонами и контент будет подстраиваться под новый шаблон. То есть можно перестраивать в любом формате. Дальше значки вот эти разноцветные точечки это цветовая гамма. Дальше следующая кнопка это добавление текстов и добавление картинок. Там же картинки там и видеоролики тоже добавляют. Кроме того, внизу еще появляются дополнительные всплывающие панели инструментов. Они позволяют корректировать картинку например справа налево ее переносить. Шаблон для картинки подсказывают. Шаблон для текста тоже могут подсказать. Сервис позиционирует себя как интеллектуальный подсказывает вам наиболее красивые варианты оформления. Вашу задачу просто уже попросят который вам больше понравится. Можно конечно начать с пулян но шаблонами это будет интереснее и симпатичнее. А вот и библиотека картинок а можно что-то взять из библиотеки. Здесь отсортировано все по категориям. Правда поиск только на английском языке. То есть если надо рису найти но надо писать Fox либо открывать папку Nature природа и искать кучу. Причем каждую картинку можно еще красиво оформить и переграть ее добавить и фон сделать черно-белую и так далее. Это при настройке к любому изображению. Даже если вы свое загрузите сюда тоже можно вот так красиво оформить. Как я уже сказала здесь есть опция совместного доступа. Называется эта группочка Invite Cooperators. Выбираем эту опцию, загружаем адреса электронной почты, кого мы приглашаем к участию, даем им опцию разрешить редактировать CanEdit и отправляем кнопку Send куча серенькая. Когда мы адреса сюда вписали, она станет активной, на нее можно будет нажимать. Дополнительно здесь есть еще и функция чата, комментариев, есть рядом с этим значком и приглашения человечек квадрат с плюсиком. Есть еще комментарии. Точно так же можно организовать монтирование работы, можно все слайды компенсировать, как это было и в группе в презентациях и в всех сервисах. Так что в общем тоже очень неплохой сервис можно работать. Конечно Викторина не умеет создавать как канва, но тоже доводится в сфотическом. Ну если у нас 3D-эффекты, анимация, то еще один сервис, который на этом уже работает, на этом уже себя позиционирует. Сервис Rebase, сервис для создания презентации с различными анимационными эффектами. Она позволяет создавать на основе шаблонов, можно загрузить свою презентацию, применить настройки, презентацию к самому можно добавить картинки, аудио и видео. бесплатный тариф здесь 5 презентаций, 5 проектов. Кроме презентации сервис еще делает блоги, различные картинки и так далее. Но нас в основном не любит интересовать презентацию. Я вам ссылочку сейчас дала вот на эту выставку, она озвученная, если ссылку начнете открывать, то появится звук, так что не пугать. А сделана эта презентация в формате галереи, вот такой, художественная галерея. Каждый слайд презентации размещен на стене. Зрители как будто его переходят от стены к стене и просматривают таким образом презентацию. Таким образом это работает. Конструктор, как он выглядит? Во-первых, выбираем шаблон. Можно начать с нуля, можно начать что-то изготового. Сохо-галерея это как раз разновидность галереи. Здесь обычная есть Сохо. Сохо, она такая в виде сделана на стенках. Можно что-то выбирать. Красные значки сбоку на каждом шаблончике означают с чем эта презентация. Если у нас в виде вот таких карточек, то это 3D-эффект. Если алмазик нарисован сбоку с левой стороны, то там еще какая-то дополнительная есть информация. В общем, можно посмотреть каждый шаблон. Если ничего не написано, то это обычная презентация, стандартная, без особых эффектов. Поэтому выбираем. Звук может пропадать, если вы начинаете открывать дополнительное окошечко, оно снимает часть трафика. Поэтому дополнительное может быть из-за этого звук пропадает. Вверху набор инструментов, тоже 5 кнопок. Сервис частично русифицирован. Если мы попадаем на стартовой странице, можно выбрать русский язык. Правда, он переводит не очень корректно. Вот эти надписи наверху, например, он не перевел. И русификатор, поэтому англоязычные версии тексты. Картина и имидж медиа. Это группа для добавления видеороликов. Шейп это форма. И последняя кнопка фиджет позволяет добавлять слайд-шоу и тоже видеоролики. Можно через медиа добавить, а можно через фиджет. Давайте посмотрим, как эти фиджеты работают. Слайд-шоу делается тут же, прямо внутри сервиса. Вы просто загружаете свои картинки, причем можно фиксовать, можно картинки, видео, все в одно слайд-шоу вставить, расставляете их в нужном порядке, сохраняете, и оно внутри вашей презентации встает. И у вас получается слайд-шоу внутри презентации. Главное не забыть все это сохранить. Сохранить. Дополнительные опции. Каждому объекту на слайде картинка либо текст можно добавить еще разнообразие всяких эффектов. Например, можно добавить анимацию. Она здесь обозначается кнопочкой Fx. Она чертовка на слайде. Это список анимаций. Вылет слева, справа, звук, проявление, исчезание и так далее. Любой формат. Если выбрать ном, то никакой анимации не будет, вы ее просто отключите. Еще одна интересная кнопка со звуком. Как добавить звук к объекту. Звук очень интересно загружается, прикрепляется к картинкам. Выбираете картинку на слайде основную и к ней добавляете звук через значок руха. Аудиофайл загружаем с компьютера либо по ссылке из интернета. Можно выставить здесь, в какой секунде все это начнется, по умолчанию начнется промах с первой секунды. Можно оставить автоплей, если вы хотите, чтобы оно сразу зазвучало, не нужно было ничего заживать. Ну и можно по кругу сделать звучание, если вы хотите промах презентацию, озвучить одной музыкой, чтобы она крутилась по кругу, можно выставить в обзор. После этого нажимаем сохранить. Если мы отверяем время, то можно прописать конкретно по минутной посетку. На какой минуте должно начаться, на какой минуте закончить. Сервис всем хорош, единственное, что чем больше мы загружаем сюда разных эффектов, чем больше добавляем элементов и анимации, тем тяжелее в итоге становится презентация. Поэтому ссылка иногда будет тяжеловатая. Готовую презентацию можно встроить на странице сайта и блога, скачать нельзя, но встраивание возможно без особых проблем. Для этого есть кнопка «Share». Эта же кнопка позволяет пригласить авторов. Позывается кнопка «Collaborator». Приглашаем по электронной почте, участники регистрируются, заходят внутрь конструктора и приступают к работе. Таким образом это работает. Еще один сервис, давно живущий на свете, сейчас он переделался. У него раньше было две версии, одна работала во флэше, другая работала в HTML. сейчас флэш, понятно, что нет уже этой технологии, поэтому осталась только последняя версия, которая называлась Prezi. Prezi – это сервис для создания так называемых летающих презентаций. Этот перелет от слайда к слайду появляется за счет того, что как таковых слайдов-то и нету, а к одного места презентации в другое место. за счет увеличения и уменьшения масштаба мы перемещаемся внутри этой презентации, просматриваем картинки, слушаем аудио и видео. К сожалению, сервис опять изменил тариф и сейчас по последним данным можно создать только пять проектов внутри этого сервиса. Ну, вот пример. Презентация, она была на во флэше сделана, поэтому пропала, к сожалению. А вот изначально вот так вот выглядит сама презентация. То есть тема вверху, а дальше от темы по вот этим вот кружочкам предстояло путешествие. Кружочки как звание. Врези очень несложный сервис на самом деле. Здесь все очень просто, кнопок немного стало, всего три. Самая главная кнопка insert. Она позволяет добавлять внутрь презентации много чего. Лучше здесь работать с шаблоном. Раньше была опция пустовых слайдов, сейчас только на основе шаблонов, но здесь более ста, и все бесплатно, поэтому можно использовать. Выбираем шаблончик, подходящий по содержанию. Внутри шаблона можно менять картинки, оформление менять, цвет, если вам понравился. Это все изменение. Кнопка insert добавляет тексты, картинки, аудио, видео, по ссылке с YouTube, можно анимацию добавить, можно попробовать загружить презентацию Power и переделать ее в формат ставящих презентаций. Серая кнопка комментариев, она не активная, потому что платная. Дополнительные еще можно попробовать PDF прикрепить к этой презентации. Рядочком с правой стороны кнопка шея. Она позволяет делиться презентацией, можно ее встроить на страницу сайта блога. Раньше можно было скачать, сейчас это платная опция, только ссылками и по входам. Ну, а если нажать на шею, то там мы увидим коллаборы, знакомую кнопку для приглашения с автором к работе. Открываем презентацию для авторов, рассылаем ссылку по приглашению по электронной почте, и, как обычно, стандартно, участники заходят и начинают работать после регистрации. Ну, еще совсем немножко буду использовать ваше сердение. Это сервис Geniali. Очень хороший инструмент, тоже, как и Казло, он сейчас переживает второе рождение, он очень много интересного придумал, очень много красивых шаблонов. Кроме презентации, Geniali позволяет создавать интерактивные картинки, игры, квизы, викторины. Ограничения по количеству работ нет, внутрь презентации можно встроить практически все. Вот он превосходит, пожалуй, все сервисы, о которых я раньше говорила, то есть он позволяет встраивать абсолютно все, что только возможно встроить внутрь презентации. Количество работ тоже не ограничено. Шаблонов здесь не очень много для презентации, 30 примерно, но можно с нуля создать что-то свое. Ну, и анимация тоже присутствует. Я вам ссылочку отправила на эту виртуальную выставку, из нее только один слайд скопировала, чем интересен этот слайд, казалось бы, здесь ничего такого особенного нет. Здесь есть интерактивные метки. Сервис Genial позволяет добавлять на слайды вот такие интерактивные точки, метки, нажимая на которые мы открываем дополнительную информацию. Либо это текст, либо это картинка, либо это какая-то другая справочная информация. Может быть. Такие интерактивные метки позволяют сделать презентацию более насыщенной, добавить сюда новое содержание. Как это все работает? Выбираем, во-первых, шаблон. Как вы видите, тут часть шаблонов помечена желтыми звездами, это платные. Нажимать нужно на значок Free бесплатный, тогда увидим все, что бесплатно. Выбираем подходящий шаблон для работы, можно с нуля начать, а можно загрузить свою презентацию в Powerpoint и попробовать с ней поиск сервису. Допустим, вот так выглядел мой слайд, это картинка выставки, я нанесла на нее вот такие интерактивные метки. Наносятся эти метки с помощью кнопки интерактив элементов. Вот она как раз сейчас нажатая, и мы видим, что там огромное количество разных интерактивных кнопочек, со стрелочками, с плюсиками, с какими-то другими изображениями, есть даже невидимые кнопки Unvisible Area, то есть можно сделать эти интерактивные области даже невидимые. Я выбрала стандартный маркер. Чуть ниже кнопки для добавления контента. Поверх на слайды презентации, кроме вот этих интерактивных меток, можно добавить тексты, медиафайлы, например, видеоролик. Да, в основном видеоролики, конечно же. Инсерт – это кнопка для закачиваемых своих каких-то файлов, например, свои картины, можно сюда подкармить. Вэкграунд позволяет менять фонт, и Pages позволяет добавлять новый слайд. Если мы добавили интерактивную метку, то к этой метке мы соответственно загружаем содержание. К этой метке добавляем какой-то контент, который будет появляться при нем нажатии. можно сделать контент всплывающим, который будет сразу появляться в виде маленького окошечка. А можно контент сделать в виде большого окна, которое будет открываться, если кнопку нажать пощелкать поди. Вот это окошечко напоминает текстовый редактор. Сюда мы вписываем любой текст. Внутрь можно добавить ссылки, картинки, видеоролики, даже встраиваемые объекты. когда я говорила, что можно добавить все, я не лукавила здесь. Последняя кнопка с такими скобками, между ними коса и черта, это кнопочка для добавления встраиваемого контента. Например, у вас есть игра, созданная в каком-то другом сервисе, и вы хотите вставить внутрь этой презентации. Нажимаем на эту кнопку, открывается HTML-разведка, там мы вписываем этот код и сохраняем. Переключая второй раз, нажимаем на эту же кнопку, смотрим, как все вставилось. Вставлялось без проблем любой контент. Стернин apps, сервис удоба, различных других, даже видеоролик из YouTube, тоже можно через эту же кнопочку вставлять, аудиоплеер, там мы добавляли. В общем, мы попробовали много сервисов, они все хорошо сработали с HTML-ов внести. После этого окошечко сохраняем, нажимаем на Save, теперь оно будет прикреплено к нашей интерактивной метке. И вот таким образом, щелкая по меткам, можно открывать разную информацию, поиграть в игры, подключать на вопросы викторины, многое что другое. Дополнительно любой объект еще можно анимировать. Здесь хорошая анимация, тоже здесь можно интерактивную метку, во-первых, анимировать, она будет раскигаться, мерцать, блистать, если не хотим, отключаем эту анимацию. А вообще любую картинку, любой текст можно таким образом анимировать. Здесь есть анимация на вход, выход, на движение, вверх, вниз даже на скорость, и вверх. Вот такое большое поле тянет. Обязательно публикуем работу, ну и после этого можно еще пригласить авторов для работы над презентацией. Возвращаемся в личный кабинет, где работу сохранили, нажимаем на значок с плюсиком, называется это кнопочка Collaborators, сюда вписываем адреса электронной почты и нажимаем Invite, пригласить. А далее всех, кого пригласили, они все получат доступ к презентации после регистрации и начнут презентировать. Ну и наконец последнее. Сегодня версия презентации это сервис Sky, позволяющий тоже создавать презентации, это русский, переведенный на русский язык, уже русский изначительный сервис производства Microsoft. Это Экетичи. Правда, они говорили, что они это придумали не как конкуренты Powerpoint, а как добавление Powerpoint. То есть, если у вас уже есть готовая презентация, вы не знаете, как ее опубликовать, то пользуйтесь сервисом Sky, он позволяет публиковать эти презентации и даже их красиво оформлять. Может, даже работать в нынешнем. Sky одновременно это еще и программа. Если у вас стоит Microsoft Windows 10, то, может быть, эта программа установлена у вас по умолчанию внутри компьютера. И тогда вы можете работать без привязки к интернету. Если этой программы нет, то можно работать в режиме онлайн, в обычном режиме. Заходим на сайт, регистрируемся. Здесь регистрация такая, нужна учетная запись Microsoft. Если она у вас есть, то Welcome можно начинать работать. Если нет, то предложат просто зарегистрироваться по адресу электронной почты. Я вам вот эту ссылку сейчас отправлю. Я отправилась сейчас еще раз попробую. Вот она. Это была вот эта презентация, она с гиперссылками. Здесь картинки красиво появляются, появляется надпись внизу, виртуальная выставка по сути. Но здесь даже не все опции, использованные сервисы на самом деле все-таки побольше. Во-первых, работать можно в двух вариациях. Если вы загрузили уже готовую презентацию, то откроется вкладка называется конструктор. Все слайды сделают в виде вот такой ленты бесконечной. Пока слайды не заканчиваются. Их можно просматривать действительно как статью от большого лента, либо можно листать их как слайды. С правой стороны есть стиль оформления. Выбираем просто стиль слайды и она будет стандартна как презентация и стандартна. Дополнительно можно оформить еще красивыми шрифтами, цветами. Здесь уже набор элементов есть. Здесь ничего вручную устанавливать не надо, просто выбираем любой стиль оформления вот из этих, которые здесь представлены справа, и перекрашиваем презентацию в подходящий слайд. Если мы работаем с нуля, то открыть лучше конструктор, который называется история. Хочется открываться, попробуем вот так. вкладка называется «Ишитуре». В этой вкладке каждый слайд это карточка. Новые карточки добавляются через зеленый плюс. в карточку можно добавить картинку, текст, гиперссылки, видеоролик, встраиваемые объекты тоже можно добавить. Более того, у сервиса есть библиотека элементов с правой стороны презентации, фон и природа. Оттуда можно взять какие-то картины. что касается медиа-объектов, то есть что можно из медиа вставить. Обычная карточка, если она заполненная, выглядит вот так. У сервиса есть хорошая справка, это как раз я взяла скриншоты в справку. Здесь все очень понятно, что куда загружать. Название, картинка, это самый простой вариант слайдов. Если хотим что-то посложнее, то есть вкладка «Путинение». Она позволяет добавлять видео, сколько можно добавить по ссылке. Встраиваемые объекты по коду, как это было в Джене, можно добавить. Дополнительно хотел бы обратить внимание на группировку. Группировка это создание разных слайд-шоу и фотогалерей. Можно в ряд выстроить фотографии, можно сделать сетку, можно слайдер сделать, что было, что стало из фотографии. И все это вставить внутрь презентации. Поэтому если сравнивать Женя или свай, еще не известно у кого этих возможностей побольше. Может быть я даже покоретилась, когда сказала, что Женя или самый-самый-самый, свай, ему кажется, тоже не уступает. В заключении конечно делимся работой. Можно пригласить людей просто для просмотра, как я вам ссылку отправила, а может для изменения. ссылка будет немножко другая, копируем ее и рассылаем всем возможным участникам, которые хотят пригласить. Они регистрируются и приступают к работе. Готовую презентацию вы можете, как видите, можно ее опубликовать через год, строить настроение с сайта ибука, поделиться в социальных сетях этой презентации. Ну и пожалуй все на сегодня по поводу презентации вентальных карт и виртуальных досок. К сожалению, вебина прорушился немножко сумборно и меня это, конечно, я не буду скрывать, что вы делали с колеи сегодня, могла бы рассказать вам наверное более эмоционально и с меньшим надрывом, но вот как получилось, так получилось, к сожалению. Буду тогда прощаться на этом, если вопросов нет, в вопросах один вопрос висит, но я перезагружалась, поэтому часть вопросов пропала. Если сейчас какие-то есть, я надеюсь, что я их увижу, я пишу, если какое-то время попу в чате. Спасибо за внимание, спасибо, что дослушали до конца, кто остался до конца, надеюсь, сколько записи здесь будет получше, ну и до новых встреч тогда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok